Зрители на столе и вам, наверное, вручали флайерсы. Так вот, там есть информация о дальнейших наших концертах. И вот кто из постоянных зрителей заметил что-нибудь новое на сцене сегодня? Заметили, нет? Что там? Лошадь. Юбочка. И слева. Вот совершенно верно. Вот это новое. Баннер. У нас появился баннер. Так вот. Все это было сделано на ваши пожертвования, дорогие друзья, в фонд рыцарей, пострадавших в тяжелых боях. Вот. Поэтому я... Да, спасибо вам большое. Итак, поэтому я вам напоминаю, что у нас там коробочки. Если у вас завалялись где-то среди нефоба и деньги, пожалуйста, опустите их туда. Вот. И напоминаю, что если вам кто-то сегодня понравился или вообще в течение турнира кто-то понравился, возможно, вы найдете их диски вот здесь у нас на столике. Можно подойти и приобрести их после. Сегодня у нас не было прекрасных дам, но их диски тоже здесь лежат. Итак, друзья. Для особого действа я приглашаю на эту сцену заместителя директора по культурно-массовой работе государственного учреждения культурно-досугого центра Московский Александра Васильевича Крылова под вашим гордым аплодисментом. А также я приглашаю на эту сцену организатора этого турнира, председателя Санкт-Петербургской общественной организации по сохранению и развитию музыкальной и поэтической культуры клуба «Песни Восток» Сергея Юрьевича Погорелова под вашим гордым аплодисментом. Ну, можете говорить, вот о вашем. Дорогие друзья, а я должен сказать нескольское слово, предваряя вот эту торжественную, приятную, необыкновенно приятную церемонию награждения победителей. Дорогие друзья, совсем не так давно. Сколько год прошел, Сергей Юрьевич? Нет еще? Пожалуй, не то. Как вы пришли в наши стены. И с тех пор мы клуб «Восток» теперь считаем так. Это клуб «Восток», а ведь клуб «Восток» не единственный у нас в городе. Так получается. Вот этот клуб «Восток», который находится в наших стенах, теперь называется так. Клуб «Восток» Культурно-насугого центра Московского. Нам это очень приятно, что к нам пришли талантливые люди и привели столько талантливых музыкантов. АПЛОДИСМЕНТЫ И для равнодушных творчеств авторской песни, не знаю, можно ли так сказать, или к песенному творчеству, интересующейся этим искусством зрителей. Дорогие друзья, позвольте вас всех здесь, и нас в том числе, поздравить с окончанием первого, я надеюсь, традиционного уже теперь, турнира исторического первого. Исторического первого. Исторического. Итак, Сергей Ильич, приступаем к награждению. Вы что-то скажете перед этим? Ну, что я могу сказать? Я вообще очень рад, что такие замечательные силы из мира авторской песни откликнулись на нашу идею создания вот этого клубного первенства Санкт-Петербурга, по сути дела в области авторской песни. Ну, это случай беспрецедентный, до нас еще этого никто не делал. И я думаю, что всем, кто участвовал в этом турнире, всем, кто наблюдал за его ходом, и всем, кто устраивал этот турнир, болел за него, все остались не в накладе, все довольны. Я очень рад, что такие замечательные ребята, это вот как «Вольные стрелки», как «Город мастеров», как «Клуб Парус», как «Тверские барды», которые к нам приезжали из далека, как «Меридиан», известнейший клуб Петербурга, второй по величине, как клуб «Ковчег» из города Выборга. Все они внесли свою лепту в то, чтобы этот турнир состоялся и прошел на, я считаю, на очень высоком уровне. И если культурно-даступовый центр московский считает, что этот турнир можно сделать традиционным, я только с горячим сердцем присоединюсь к этому намерению и желанию. Дорогие друзья, я бы еще таком назвали, когда вы будете выходить, закончатся мероприятия, наш турнир закончится, уже официальное награждение закончится. И вот, когда вы пойдете, выйдете на Московский проспект, обратите внимание, Барата, клуб авторской песни, там написано традиционное и концерт, авторская песня. У нас теперь будет традиционный концерт, авторская песня в большом концертном зале, где помещается 900 человек. Ну и, естественно, турнир, если он разрастется, мы его в большой зал принесем. До свидания.